Спектакль, который не обязательно видеть. В Тюмени состоялась премьера аудиотактильной постановки по мотивам повести «Льва Толстого. Кавказский пленник». Она адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Уникальный проект разработали в экспериментальном шекспировском театре. Как с помощью запахов, звуков и движений можно рассказать историю? Елена Старых побывала на премьере. Стены деревянные, плохо обработанное дерево, доски зелёного цвета. На стенах ковры, на коврах оружие. Будь осторожны. Так начинается аудиотактильный спектакль «Кавказский пленник». Тифлокомментатор знакомит зрителей с пространством, где проходит действие. В экспериментальном шекспировском театре техническая премьера. Главная особенность – действие адаптировано для людей, которые плохо видят и слышат. Всё, что здесь происходит, персонажи, их взаимодействие, огромное количество очень сложной партитуры, звуковая, стереоэффекты и всё это. Но при этом зритель, он как бы такой странный наблюдатель в машине времени оказавшейся, который оказался в конце 19 века, кавказская компания, Кавказ. Декорации и реквизит продуманы до мелочей. Металлическая клетка, деревянный ангар, который в ходе действия превращается в кузов грузовика. Зал и сцена – единое пространство. Картину дополняют запахи, звуки и движения. Игра актёров в такой постановке требует особой подготовки. По их действиям зритель должен понять, откуда рождаются звуки. У исполнителя главной роли Александра Ханжина свои методы контакта с аудиторией. Мой герой делает всё что угодно. Он что-то там пилит, стучит ножами, брякает цепями, кряхтит, трясёт саму решётку клетки. Постоянно перемещаюсь, мечусь, вот как, знаете, вот такой благородный зверь, но всё-таки в клетке. Кавказский пленник, как и другие спектакли Шекспировского театра, реализуют при поддержке Фонда президентских грантов. Главная цель проекта – приобщить к искусству людей с ограниченными возможностями. Спектакль о человеческой мудрости, героизме, отваге. Даже в самые сложные, трудные жизненные ситуации надо оставаться человеком. Актёры экспериментального театра дают спектакли в гараже. Параллельно делают ремонт и готовятся к официальному открытию. Уже осенью зрителей ждёт сразу несколько премьер. Елена Старых, Евгений Доценко, Тюменское время.